Прозрачным утром На мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери, уютней стало Заходи в ночах Мы будем вместе листать сначала Старый календарь О дни большого города говорят Антенны шепчутся на мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Вот какой у меня сын молодец Других детей надо уговаривать поесть А мой все сам съедает С большим аппетитом Мам, ты что, прячешь? Да нет, тебе показалось Ты кушай, кушай Сейчас поедим и пойдем с тобой к доктору в больницу Он не надо к доктору Я его боюсь Почему? Папа сказал, что я к доктору попадусь От него не прибейся Да, смотрите, залетит Ты что, никогда у врача не был? Нет, они очень страшные Да нет, мы с тобой пойдем к хорошему доктору Как айболит, помнишь из сказки? Какой айболит? Ну, добрый такой доктор хороший Который всех лечил И обезьянок, и слоников Вот у меня, помню, даже с тобой есть книжечка Вот И мы с тобой пойдем в больницу к доброму доктору Ты не бойся, он просто тебе спинку послушает Горлышко посмотрит Вот, к такому, смотри Мам, опять ты за свое? Что за упреки, Свет? Ну, что не успели заехать, ты уже на мужика бросаешься Ну, надо же мне как-то свою личную жизнь устраивать Ну, хоть к женатым-то не приставай Что я такого сделала? Попросила донести сумки, вот и все Я видела, как ты ему глазки строила В угол, на нос, на предмет Я даже и не собиралась Это у тебя, наверное, инстинкт сработал? Или, как там его, условный рефлекс Выработанный годами тренировок, да? Вот тебе бы такой рефлекс не мешало бы выработать тоже Мне это ни к чему Я к женатым мужчинам равнодушна А даже если и женатый Каждый борется за свое место под солнцем Так, я не могу одна на нас с тобой работать Все время Мам, на меня не надо работать Я сама на себя заработаю Так надежнее, чем зависит от подачи к мужика какого-то А кто ж тебе мешает? Работай, пожалуйста, только и по сторонам поглядывай Здесь, помимо бабок, много молодых людей Я не могу с кем попала встречаться А тебе принц на белом коне подавай Смекалишь? Ну, может, не на белом Ну, там, не знаю, на сером или коричневом Ну, обязательно, чтобы с благородным Ага, это в сказке Царем на лягушку в принцессу превращается А жизни все совсем наоборот Вот смотришь сначала на него Вроде принц А приглядишься, ну, жаба жабой И лучше жабы с деньгами, чем без них Знаешь, я тут видела кафе неподалеку Пойду спрошу, может, им на работу кто нужен Ой, здравствуйте Здравствуйте, а вы? Алла, ваша новая соседка Очень приятно, Николай Коля, а вы не могли бы мне помочь? Да, конечно Чем помочь? Вот стул подержать, а то он шатается Спасибо Аккуратно Простите Держите Спасибо А вы не знаете, где наши конфорки? А то я вчера забыла спросить А, Дозина вот этими пользовалась Спасибо большое Ой Шкаф сломался Ну, не расстраивайтесь Я потом починю Попозже Вот сейчас чайку попью И починю Спасибо, я вам буду очень признательна Коля А вы не подскажете У вас здесь есть График уборки? Да, конечно Он с той стороны колонны Как хорошо, что он у вас есть Каждый знает, когда он убирается А то вдруг драка будет Или какая-нибудь не разбери Кто-нибудь оплынивать Да, с этим у нас очень строго Так что не вступайте филонить Мы здесь все сдружились И не потерпим срамы Коль, тебя жена зовет Все Вы приятно познакомились Ну, иду, иду Ну, покажи, чего купил Хоть стоящее? Вот, смотри А, интернет подключил Да Ой, сынок, это ты для рефератов купил? Ну, и для этого тоже сойдет Подожди, я не понимаю Ты разве не для учебы купил? Я для того, чтобы с девушкой познакомиться Подожди, это на сайте знакомств, что ли? Вот именно Смотри, сколько здесь девок клевых Просто глаза разбегаются Вот, смотри Ну, вот именно Сынок, вот именно, что там только С девкой и можно познакомиться Я считаю, что ни одна нормальная Порядочная девушка Не разместила бы там свои фотографии Для всеобщего обозрения Господи, боже мой Манечка Ангарск Слушай, это здесь же одни извращенки Сексуально озабоченные Нормальные люди знакомят тебе всяких сайтов Предки Вы просто отстали от жизни У меня многие друзья так со своими девушками познакомились И ничего до сих пор встречаются Не знаю По-моему, все-таки надо видеть того, с кем ты знакомишься Как сейчас говорят, в реале Точно-точно Нет Спасибо Я насмотрелся на реальных Хватит Я пришел Хорошо Отвлекись немного от работы Ты же сама меня звала Я тебя не звала Привет, а мама мне сказала, что ты меня звала Ясно, ясно Чего тебе ясно? Не важно Не важно Ты еще долго будешь с проектом работать? Все, заканчиваю Да? Сейчас все сделаю И конец к подработкам Жаль Лучше бы тебе постоянно такие подработки заказывали Нет, хорошо платят А ты и рад Жена на двух работах вкалывает Перестань Я не это имел ввиду Просто тебе это самой нравится Я же вижу Как ты Заказчиков собираешься на встречу Прямо как на свидание Ну потому что тебе это нравится Мне нравится твоя работа Ты занимаешься любимым делом Ты за него переживаешь Ой Ой, какой колючий Ну, это мы очень легко исправим Та-да-дам 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 Бинты по пятьдесят грамм. Семь штук. Нет, ну ты представляешь, какая Инга прыткая. Строит из себя верную жену, а у самой любовник. С чего ты взяла? Да он здесь у нас лежал. Только я сразу так не заметила ничего, а потом все факты сопоставила. Ну, видный такой мужик, бизнесмен, не инженеришка какой-нибудь. А ты ей говорила о своих догадках? Конечно, она и не отрицает. И бы стыдилась или скрывала, что ли. Бессовестно. Вот у Инги как раз совесть есть. Она сама уже извелась из-за этой ситуации. Мечется между двух огней. Подожди, а ты что, все знала? И мне не сказала? А зачем? Чтобы ты подливала масло в огонь? Она и так запуталась уже. Не надо было доводить до этого, и не мучилась бы. Так, бинты эластичные, по два метра, три штуки. Знаешь, ты иногда как щепка в водовороте. Ни на что повлиять в своей жизни не можешь. Просто наблюдаешь, что происходит, и все. Да, вот именно. Всегда так. Только я на себя маску праведницы не надеваю, а то с виду вся такая неприступная, строгая. Даже не подумаешь, что внутри такие страсти кипят. Все мне впаривает про вечные ценности. Мол, нельзя семью чужую разрушать. А сама она от мужа налево гуляет. Лицемерка. А вот это не лицемерие. Это реально нахлынувшие чувства из прошлого. Которым, кстати, она сопротивлялась, как могла. Он за ней и так, и этак бегал. Она все отшивала. Потом только сдалась. А у меня тоже чувства. Так почему ей можно семью разрушать, а мне нельзя? У Инги все взаимно. А твой, извини меня, мужчина мечты, доктор Малкин, даже не смотрит в твою сторону. Так что у вас ситуация разная. Ты не сравнивай. Тимка, ну ладно тебе, не расстраивайся. Ну, первый, блин, комом. Надо подождать, еще найдешь свою судьбу. Пап, ну зачем ждать? Нужно к ней навстречу шаги делать. Так вот и делай. Хочешь, я тебя познакомлю? Нет, спасибо. В интернете больше возможностей, чем в реальной жизни. Я могу сразу с несколькими переписываться. Ага, сынок, ну ты хоть понимаешь, что вот за вот этой вот фотографией шикарной девицы на самом деле какой-нибудь старикан бородатый окажется? Что смешного? Ну, конечно, лохануться можно, но ненадолго. Я выберу самую красивую и сразу же попрошу у нее телефон. А по голосу можно определить, старикан это или нет. Слушай, какие же они здесь все, какие-то, ну какие, пап, какие? Да ненастоящие. Ну смотри. Гламурные, глянцевые, понимаешь, какие-то маникюр, педикюр. И все фотографии, смотри, я в Египте, я в Турции. Сынок, ну ты посмотри, ну вот за этим же маникюром, педикюром вообще непонятно, кто прячется, а? Непонятно, есть вообще что-либо вот за этой вот шикарной оберткой? Такое ощущение, что они не человеческого общения хотят, а только свои внешние данные на показ всему человечеству выставляют. Угу. Ну смотри, у нее просто на лбу написано. Вот я такая. Вези меня на Канары, я только там еще не была. По-моему, очень клевая девчонка, пап. Ладно, что-то здесь плохо ловят. Я на кухню пойду. Андрюшка. Андрюш, ну я не понимаю, почему для него внешность так важна? Ну самое же главное, что внутри человека. Не знаю, может быть мы что-то упустили. Воспитание. Простите, я вам помешала? Нет, нет, я уже закончил. Коля, а вы не подскажете, а где наши полочки? Ваша полочка вон там. А вот бельевая веревка? Да, любую берите, я не знаю. Да? А вот, а полотенце вы куда вешете? Ну я не знаю, я с собой свое беру. Да? Я такая неловкая. Здравствуйте. Привет. А вы не подскажете, где у вас тут директор? А зачем он тебе? Ну я хотела на работу устроиться. Вам официантки не нужны? Такие молодые и красивые? Конечно нужны. Ну чего уставился говорить-то, куда идти? Видишь дверь направо? Вот он там сейчас сидит. Вот он на тебя глядит. А вот если будешь так отвечать, то тебе этой работы, как своих ушей не видать. Если Виктор Сергеевич на меня не смотрит, это еще ни о чем не говорит. Просто он сам боится своих чувств и душит их в зародыше. То-то я смотрю, что он уставший такой. Думал, операция сложная, а он, оказывается, чувство задушил. Понятно. А вот я тебе докажу, что он ко мне неравнодушен. И как же? Сделаю первый шаг, и он шагнет мне навстречу. Ларис, послушай, ты же знаешь, что ты выдаешь желаемое за действительное. Ну и пусть. Лучше сожалеть о том, что сделано, чем потом жалеть, что так и не рискнуло это сделать. Не глупи, Ларис. Это ни к чему не приведет, знаешь же. А вот это мы сегодня и посмотрим. Лариса, я тебя умоляю, не суйся туда. Но ты поставишь себя в неловкое положение. К тому же, почему тебя жизнь ничему не учит? Ты должна понимать, что нельзя быть такой навязчивой. Мужчина должен сделать первый шаг. А я все-таки рискну. И прямо сейчас выясню, как он ко мне относится. Ну, потом не говори, что я тебя не предупреждала. Татьяна Ларина. Да, блин. Ну вот. Полжизни у телека проводят, а теперь новая напасть. Компьютеры еще полжизни забирают. Вот поэтому молодежь у нас такая хлипкая. Книжки надо читать. Я тебе говорю, милитин. Будущее, оно за виртуальной реальностью. Знаешь, я у друга моего какие игры видел? Это чума просто. Будущее у этих игр вообще нет, Степа. Ай, ай. Да, глаза портятся, позвоночник кривится, остальные органы хереют. Ну, Эд, не про меня. Я в прекрасной физической форме. Ой, это пока в прекрасной. А потом вы вообще обо всем забываете и уходите в параллельный мир. Ничего смешного. Вот моей подруге сын. Ой, боженька, вы бы его видели. Скелет, застывший у компьютера. Ну, Мельтин Петровна, не беспокойтесь, мне до скелета как до луны еще. Ой, милый, это как наркотик. Засосет и не заметишь. Вот так вот. Вот это железо проклятущее останется, а сидеть-то будет перед ним уже некому. Давай, давай, покажи, что за наркотик что такое. Иди ты. Вот это да. А, это... Дядь, девчонок ты сколько, а? Прямо журнал какой-то. Нет, дядь Сем, это сайт знакомств. Вот смотри, здесь у каждого свои интересы. Ну, вот кто-то друзей ищет, кто-то девушку, а кто-то просто для секса. Вот это, да? Ой, тьфу, срам-то какой. Эй, тру на тебя. Федь, дядь, а что это тут он парень, парня ищет? Это что? Это нам не нужно. Это гомики друг друга ищут. Да иди ты. Это гомики, это геи, то есть? Ну, дядь, все да. Ух ты, отстал я от жизни. Надо же, как и не прячутся эти. Давай смотри лучше, какие девчонки классные. Это ведь... у меня же ладони вспотели. Глянь, какая. Прямо конкурс красоты какой. Ах ты. О, хороша. Ваш билетик, пожалуйста. А что, без твоего разрешения отсюда не уходят? Угадала. Но разрешение можно получить автоматически за один поцелуй. Ну, так и... Разбежался. Ну, давай, познакомься, меня Макс зовут. Света. Тебя взяли? Да, завтра первый рабочий день. Ну, так это нужно отметить. Давай, 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 давай. Садись. Два пива. Какую музыку играешь? Свою. Я сам сочиняю. Ну, в основном. Вообще, я разную пишу. Если будешь здесь работать, ты очень быстро выучишь мой репертуар наизусть. Музыкант, значит. А я вот картин не хочу писать. Художница? Понятно. Что тебе понятно? Что тоже считаешь, что это не профессия? Что ее не заработаешь? Почему? Я совсем так не думал. Здравствуйте. На самом деле, у меня и знакомая художница, да, которая... издания детские книжки оформляет и детские сады под охламу расписывает. И все у него получается удачно, талантливо, авангардно и деньги неплохие зарабатывает. Нет, спасибо. Я вот хочу искусством заниматься, а не зайчиков молевать. Ну, ты знаешь, зайчиков иногда тоже нужно. Ты в училище? Нет, пока. На подготовительных курсах в Строгановке учусь. Но я в этом году рисунок завалила, так что теперь готовлюсь поступать на будущее. А я вот музыкалку бросил и совсем даже не жалею об этом. Ну, потому что я не люблю тратить время зря. А теперь у меня много времени. Я трачу на любимое дело. Привет. Привет. Ты ко мне? Да. Можно зайти? Да, конечно. Да, ты проходи, садись. А тебя как? Твои-то отпустили. Ой. Ну, я собрала, что пошла гулять. Вот. Что делаешь? Сценарий читаю. Скоро съемки. Интересно? Да. Тебе, я думаю, тоже понравится. Да? Он и она безумно любит друг друга. Но все против них. И родители, и обстоятельства. Ну, как я тебе уже говорил, что Ромео и Джульетта. Ну, кончается там. Все хорошо? Нет, к сожалению, плохо. Как у Шекспира, влюбленные погибают. Плохо. Я если знаю, что у фильма плохой конец, я специально не смотрю. Я помню, как ты с Белого Бима ушла. Поняла, что ты сейчас заплатишь. Да. Ты еще потом очень долго вздыхал, что мы с такого хорошего фильма ушли. Да. А я сейчас, когда плохое настроение, специально ставлю кассету с этим фильмом. Смотрю. В жизни тоже как-то все не очень хорошо заканчивается. Да и любовь чаще всего безответная. но зрителям больше нравится плохой финал. Почему это? Потому что, если все заканчивается хорошо, он радуется и забывает. А если плохо, то продолжает думать, размышлять, придумывать свой какой-то счастливый финал. но к этой истории я тоже придумал свой счастливый финал. Ну, ты прямо заинтриговал. Дашь почитать? Дам, только сам прочитать. Ну, ты с Березкиными-то познакомился? А это кто? А, это там, жильцы ваши, да? Да. Нет, я их даже не видел ни разу. Да мне без разницы, кто там живет, если тебя нет. А я, кажется, помешала вашему интимному общению. Ну, что вы, не казните себя. Я уже как раз собиралась уходить. А что это наша актриса совсем забыла про нас? Затерялась в своих звездных тусовках? Забыла про друга-музыканта? Эх. Ну, не забыла, конечно, но времени, знаешь, поубавилось. Сам понимаешь, теперь, кроме учебы еще и кино, это серьезное дело. Я должна выложиться по максимуму. Понимаю, это первая роль. Это как билет в будущее, да? Потому что, вот как будет, так и пойдет. Будет ли что-то существенное или вторые роли в сериал? Умный ты парень Макса. И раз ты так все просекаешь, то, я думаю, поймешь и то, что времени на встрече и общение у меня теперь совсем не будет. А, это такая тактичная отставка, да? И что же вы совсем не хотите со мной изредка встречаться? Ты чего загрустила? Да ничего, про учебу вспомнила. Вон у тебя какая жизнь интересная. учишься, теперь вот работаешь. Зря я мама послушала, в академ ушла. Дом теперь так скучно. Да ладно тебе. Вот ты видишь, сейчас ребенок родится и ты поймешь, что это все не зли. Что у тебя случилось? В Швейцарию скоро уезжать. Ну, ты же сама хотела, а что теперь? Ну, теперь я не уверена, что там мне будет хорошо. Другая страна, другие люди, все на другом языке говорят. Только я и останься здесь. Ладно, забудьте. Я, наверное, просто боюсь всего нового. Мне очень трудно к чему-то новому привыкать. Понимаешь? Я даже к новой квартире не там как в гостях. А сюда прихожу и как домой. Ладно, мне, наверное, пора. Я провожу? Да, у тебя же сценарий. Да, потом прочитай. Ладно. Тема. Да нет, ну что ты, я, конечно, очень хочу с тобой встречаться. Ну, просто институты, съемки... Ой, да нам будет время, заходи. Будет время, буду ждать. Ну, в ближайшее время... Ну, времени нет, я же понимаю все, но лет через 10 или 15, или, может быть, 20, когда тебе перестанут предлагать роли и будут предлагать эпизоды или кушать поданных, ты тогда знай, приходи, что здесь есть человек, которому всегда интересно с тобой пообщаться. Ой, прости, что я не оправдала твоих ожиданий. Да ну, брось, ну что ты, ну я и не рассчитывал на роман с актрисой. Ну, двое творческих людей, ну это же клинический случай, ну пойми, поэтому я никаких планов не строил. Здравствуйте. Актриса всегда занята просто жуть. И нет у нее личной жизни ничуть. Все съемки, вживание в роль. И времени нет на любовь. Но плачет актриса в подушку порой. Давно надоела проклятая роль. О боже, пошли мне его. Единственного моего. Талантливый ты парень, Макс. Ну я, пожалуй, пойду. Давай, позвоню как-нибудь. Не кашляй. Че, вот эти вот все девушки хотят с тобой познакомиться. Швену не только со мной. Тут и парней хватает. И тут у них конкуренция, да? Но мы можем любой написать. Вот смотри, вот эта табличка мигает. Это значит, она сейчас на сайте. На сайте? Да. А это где значит? Это значит в интернете. А вот эта вот страничка, это сайт. То есть это как в книге, да, вот эта страница. Ну надо же. А как быстро-то она это письмо получит? Сразу же. Да иди ты. Серьезно, сразу же. Вот ты прогресс. А еще мы некоторым можем позвонить, как по видеотелефону. Но для этого нужна специальная камера и микрофон. Вот это круто. И что, правда, что человек в любом месте света может находиться? Дядь Степ, Эпсилут. Блин. Вот здесь в любое время суток без проблем можно найти себе собеседника. Ой, собеседник. Ой, хорошо. Знаешь, вот у меня даже поговорить-то не с кем. Была, конечно, Зойка, только я ее испортил, хедрень Феня. А, ну ликер на нее пролил и целую рюмку, понимаешь? Ух ты, вот это ты, Глянь, хорошо, а? И я отсюда вижу, что это не силикон. Ой, Дядь Степ, ну много ты понимаешь. Давай лучше вот блондинку поближе рассмотрим. Ага. Не, ну хороша. Ну да. Да, да. Можно? Да, Лариса, заходи. Только, если что-то нужно, давай побыстрее, ладно? А то работы много. Виктор Сергеевич, я уже здесь так долго работаю. Ну и что? И все это время мы с вами вместе в одной упряжке. Ты что, увольняться надумала? А вы бы не хотели, чтобы я увольнялась? Конечно, нет. Ты отличный сотрудник, хорошо справляешься со своими обязанностями. Да ты вообще на вес золота. Я ведь без тебя как без рук. Значит, я вам нужна? Ты всем нужна. И больным, и персоналу. И вам лично? И мне лично. Это все? Мам, меня в кафе официантку взяли. Да? А мешать твоей учебе не будет? Ну, нет, не помешает, но буду иногда курсы пропускать. Угу. Вот. Уже пропускать собралась. Так опять не поступишь? А я хочу, чтобы ты обязательно в торговом училась. Мам, ну я аж уже давно не спорю. Ой. я об этом так мечтала. Но не получилось. Любовь закрутилась папка твоим. Ее уж не до учебы было. А когда я подросла, а что не поступила? А кто бы тебя кормил? Барти твой алкоголик. Да ему вообще все по барабану было. Вот так и не выучилась. Только курсы парикмахеров. Ну тебе же нравится делать людей красивыми. Нравится. А думаешь легко вот так вот целый день на ногах стоять? Вон, посмотри. Ужасные руки стали. Вены все повылезали. Ну зато ты у меня хорошее образование получишь. Ну что, пошла? нет. Да, а что выяснила? Он специально держит дистанцию. Да, и зачем? Боится меня потерять. Думает, что если он объяснится, то я уволюсь. А почему ты должна уволиться? Чтобы не дать ему жить двойной жизнью, потому что я очень сильно его уважаю. И он меня любит. А как это ты это узнала? Он сам тебе сказал? нет, он ничего не говорил. Я это прочитала в его глазах. А, понятно. В глаза. Ну а тебе не страшно сниматься? Тебе потом вся страна увидит. Нет, мне это конечно не страшно. Я волнуюсь немного так нормально. Мастер говорит, так должно быть. Ну то есть ты просто ждешь команду мотор. Да. Ну хочешь я тебе интересную историю про команду мотор расскажу? Да, конечно. В общем, одна из моих преподавательниц, она когда только начинала работу режиссером, снимала кино. Тебе интересно вообще? Да, да, конечно, да, это же другой мир. Так вот, они снимали кино, оборудования у них не было, чтобы сделать дождь похожий на натуральную, пришлось дать настоящее. Ну а на улице жара, плюс 35 градусов, на небе не облачко. Но они не знают, что делать. Ждут, ждут, дождя все нет. Дюжер захотел попить. Ну пошли они в магазин. Как только дошли до магазина, начинается шквальный ветер, нагоняет тучей, начинается ливень. Ну естественно, как они только добегают до площадки, тоже заканчивается и они спрашивают оператора. Ну что, ты снял? Он говорит, команды мотора не было, я как-то это не снимал. Вот так. Смешно. А можно как-нибудь прийти посмотреть? Нет, ты что? Нет, нет. Ну даже одним глазком? Нет, ну это кино все-таки там все по-взрослому. Ну перестань, можно. Ладно, для тебя я постараюсь, но только один раз. Хорошо? Да. Один. так, носки теплые. Угу. А варежки? У меня перчатки есть. В перчатках мерзнут руки. В такой холод едешь. Тетя Нор, у меня у куртки рукава длинные. Вот, раз и все. Подожди, у тебя что, варежек вообще нет? Безобразие какой. Тетя Нор, не надо. Варежки май не возьмешь. Сейчас не холодно, а потом мороза ударит. Тетя Нор, ну вы чего, смеетесь, что ли? Что это такое? Отлично, зато не замерзнут. Олежка, только ты, ну, не задерживайся там, ладно? Ну, документы взял и сразу домой. Не задержусь, тетя Нор, не задержусь. Скоро приедут. Ну, чего вы? Да ну, что это? Ну, только нашли друг друга и вот, пожалуйста, расстаемся. Ну, выбирай, Саша, что ты хочешь? Конфеты, цикаредные, единичные и еще вот это с миской. А, это хлопья кукурузные. Ну, давай, сам, клади в корзине. Что нам еще нужно? Ну, давай молока возьмем, кашу варить. Бананов возьмем, да? Виноградико возьмем. А вот это что такое? Это киви, фрукт такой. Ты пробовал? Нет. А теперь попробуешь. Давай, складывай в корзин. Молодец. Ну, пойдем к тете, она сейчас нам все пробьет. Так. Ну что, по врачам ходили? Да, ходили. В платной клинике были. У него же нет документов здесь никаких. Ну и как здоров? Здоров. Обследование сделали, флюорографию сделали, ЭКБ. Вроде никаких отклонений нет, все в порядке. Только вес немножко не добирает, а так все хорошо. Ну, это не беда. Откормишь. Угу. А купи, мама, это мне еще эти. Надо же. Это шоколадка такая. Мама сказала. господин. Что с тобой, Володька? Ты какой-то дерганный сегодня. Дома что-нибудь? Нет, дома все хорошо. А я смотрю, ты о постороннем все время думаешь. Понимаешь, просто у меня предчувствие какое-то нехорошее. Предчувствие по работе? Да нет, так. Вообще. А у меня очень хорошее предчувствие. Мы заканчиваем, все получается, все хорошо. Андрюх, мне надо с тобой кое-что обсудить. Сейчас, подожди, секунду, подожди, Валочка, я просто сейчас на очень важный этап в охору. Андрюш, это очень серьезно. У меня есть подозрение, что... У меня тоже есть подозрение по поводу последнего уравнения. Но ты, как мой сын говорит, не парься. Андрей... Прорвемся. Да послушай ты меня. Подожди, подожди. Сейчас, 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 сейчас закончу, и все вопросы мы с тобой обсудим. Ой, молодец, что взяла, пацана. Прямо ожила, расцвела прям. Молодец. Да, ну скажешь тоже. Просто приятно заботиться о ребенке. Есть же женщины, которым надо обязательно о ком-то заботиться. Иначе вот из жизни в радость есть такие. Папа, пол, 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 ну а что же в этом плохого, если человек живет не только для себя? Наоборот, хорошо, мужики же любят таких жертвенников. Мне сейчас это без разницы. А на работу когда возвращаешься? Ну сейчас в садик определю и выйду на работу. А что, ты по мне соскучилась? Я соскучилась, ладно. Грузчики-то прям не могут без тебя жить. Ты же их развлекала, ну, никого нет, а ты то поешь, то по-английскому посвящаешь. Сейчас разнесет пол в магазин. Давай, собирайся. Так же, иди сюда. Так же, ну, 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 просто в моей жизни часто так получалось, что человек говорил, что уходит на пару недель, а получалось, что не всегда. Ну, 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 это при Сталине. Да, как-то навсегда расставались. Тетя Нор, хватит плакать. Время черных воронков прошло. Вернусь в целости и сохранности. Все, побежал. Олежка, присядем на дорожку. давай. Тетя Нор, ну, хватит, все. Ну, через две недели вернусь, а. Да, да, конечно, все. Ну, ладно, с Богом. ты в поезде осторожнее за карманами, следи внимательнее. У меня и денег-то нет. Ну, а документы, паспорт студенческий. Тетя Нор, все будет хорошо. Все, все, пойдемте, а то на поезд опоздаем. Да послушай же ты меня. Это очень, очень важно. И не только для меня. Сейчас, сейчас. Ты что делаешь, Володь? Я же уже почти результат получил. Андрей, прекращай. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Случилось что ли? Да, я тебе уже целый час пытаюсь раз... Я вам не помешала, Владимир Олегович. Нет, что вы. Я хочу узнать, как подвигаются наши дела. Извините, я устал. Я ухожу домой. Вот. Андрей Петрович вам все расскажет. Да, сейчас. Пять секунд, и я вам все расскажу. Да, да, я подожду. привет. Привет. А ты что здесь делаешь, помыться зашла? Нет, я здесь живу. А ты? Это я здесь живу. Подожди. То есть, это ты снимаешь комнату у тети Зины? Да, мы с мамой. С мамой? Угу. Вы наши новые соседи, получается? Ну, да. Ну, ничего себе. Тебе, кстати, идет. Полотенце. Ну, я хотела сказать, что тебе вообще идет такая яркая, свежая, такая, красивая, какая-то. Ну, спасибо. Ну что, сынок, выбрал уже себе невесту? Покажи. Нет, мам, я ищу, чтобы на тебя было похоже. Такая же добрая, умная, а главное, чтобы так же хорошо готовила. Ну, таких одна на миллион даже в инете тяжело найти. Ой, ну ты, сынок, и подхалим. Интересно, а как же ты узнаешь, что она у тебя умная? А я ей вопросы задаю на смекалку. Ага. А что готовит хорошо? Ну, я так потихонечку между делом спрошу, любит ли она готовить. Главное, чтобы любила. А тонкостям этой премудрости она у тебя научится, мам. Да, пап? Ох, ну и хитер же ты, сын, а. А то, мам. Андрюшка, ты чего? Да, понимаешь, Володька сегодня был какой-то нервный, раздраженный. Как будто начальница нашей испугался. Ну, может, у него в семье какие неприятности? Да я спрашивал, говорит, нет. Вообще, он мне хотел что-то сказать, ты понимаешь, что-то его грызло, а я как дурак в формулу уперся, и так он мне ничего не сказал. Ну, вот завтра у него и узнаешь. Ну, может, устал просто человек, а? Но он же дольше, чем ты работаешь. Ну, да. Начальница торопит, все время в напряжении, вот ты надорвался. Со всеми бывает. Приятного аппетита. Да, спасибо. Спасибо. Если ты решил окончательно со мной порвать, говори сейчас. Ну, это же тебе не котенка с улицы принести, Оль, а сейчас получается, что ты его просто-напросто украла. У нас из этой квартиры скоро выкинут за такое, а мне надоело уже туда-сюда скитаться. А твой муж знает, что ты ему изменяешь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok